всем привет сегодня мы снимем обзор на магазин метро который находится в стамбуле на станции метро енисахара и так карты не нужно мне выдали вот такой вот номер кастома нам бы называется номер клиента с этим номером я подойду на кассу когда беру все необходимую корзину и смогу оплатить а мы с вами начинаем обзор так при входе в метро мы видим различные предметы для интерьера сада здесь у нас разные диванчики вот например такой комплект стоит 22 тысячи лет идем с вами дальше здесь есть две зоны на втором этаже находится текстиль что-то для офиса для ресторанов и туалет и такого травола так который можно подняться чтобы было удобно с тележками двигаемся дальше идем для барбекю различные предметы все досад открывается садовый сезон в штамбуле становится все теплее и соответственно магазины продают все что необходимо например вот такой вот комплект доска и для барбекю за ровно стоит 6000 лир если переводить на российские рубли то это приблизительно 24 тысячи рублей так идем с вами дальше здесь у нас различные губки хозяйственный инвентарь тряпочки порошки в турции очень часто можно встретить порошки различные различные хозяйственные принадлежности вот таких больших объемов это очень удобно и это дешевле получается то есть если есть места для хранения то можно купить и надолго забыть о том чтобы ехать в этот магазин вообще магазина метро они имеют такую особенность что это оптовые магазины здесь все продается большими пачками мы также можем что-то найти в розницу вот например такая интересная жаровня очень интересно вниз высыпается уголь и вот она стоит 3000 лир так мы идем дальше здесь хозяйственные принадлежности опять для выпечки кучи всего бумага различные формочки двигаемся дальше большой выбор инвентаря для уборки кому интересно здесь можно купить разные швабры по ценам мы сейчас посмотрим с вами у нас например вот почти такая швабра дома она не такая модифицированная это какая-то более такая прочная она стоит 400 лир я покупала на гитире такую швабру за 290 лир я покупала до нового года сейчас произошло повышение цен поэтому соответственно она дороже но вообще метро многие говорят что цены чуть дороже чем например в микросе или там в 101 в том же так дальше у нас идут для животных такие наполнители вы можете найти в турции вот такой вот такие вот это у кого есть домашние животные у кого есть кошки то знаете что вот здесь вот можно купить именно такие наполнители дальше идут корма для животных для собак для кошек так дальше двигаемся и рядом конечно где животные обязательно ролики потому что все мы знаем у кого есть животные от шерсти избавиться поможет только если животных ненадолго переедет в другую квартиру ну вот дальше мы с вами двигаемся здесь много одноразовой посуды перчатки одноразовые лепимся дальше как здесь у нас отдел с алкоголем мы не будем заходить здесь тоже такое дело есть дальше зажигалки различные туалетная бумага салфетки детское питание детскому питанию не так уж и много места отведено я бы сказала средства гигиены для женщин отдельно отдел для женщины я так думаю дальше будет отдел для мужчин еще алкоголь вина шампанское мы заходим зону продуктов виски кому интересно вот например gold label стоит 1000 лир почти 4000 рублей не знаю сколько он сейчас стоит москве здесь такая цена так дальше идем пройдемся по рядам посмотрим что есть различные виды пива есть безалкогольное пиво так мы взяли все-таки тележку потому что мы думали что мы снимем просто обзор но решили немножко закупиться не просто же так мы ехали так долго и так дальше мы идем в зону продуктов у нас здесь мы заходим в зону где чай и кофе нам нужен чай у нас закончился чай чтобы заваривать мы сейчас выберем чай пакетированный чай нам нужен обычный чай вот вы здесь можете посмотреть на цены вот такой чай он очень вкусный с бригамотом он здесь стоит 95 лет полкило я покупаю на гитире где-то за 60 лет здесь дешевле мы его возьмем так двигаемся дальше идем дальше так нам нужна гречка я думала что я никогда не буду скучать по гречке но как выяснилось гены берут свое и гречки очень хочется на доставке гречка дорогая здесь наверно она будет дешевле мы сейчас попробуем ее найти если здесь гречка в матор вопрос был буря вижу так нут фасоль рис а вот гречки матор видимо нет печаль печаль конечно а так хотелось так гречку ты видишь гречку очень странно но ожидали что будет ну ладно ничего так идем дальше вообще в Турции можно найти русские продукты или привычные не русские а продукты которые мы привыкли есть в России в Украине в Беларуси и так далее если можно найти просто нужно поискать есть магазин есть люди которые продают их то есть кто на что два раз ты кто где ищет кому насколько это нужно дальше у нас есть много видов масла различные соусы лимонный соус он очень популярный в Турции заправляются салаты на рыбу вкусно поливать даже на мясо у нас тоже есть такая баночка в холодильнике мы используем так уксусов много видов дальше двигаемся масса вот это такое интересное вещь я всегда когда смотрю кулинарные блоги мне очень нравится как распыляют вот такое масло удобно его распылять ну я не буду брать у нее нет такой нужды но вот кому нужно пожалуйста здесь есть такой флакон большой стоит 59 лир так дальше двигаемся еще вот такое масло очень вкусное мы тоже его используем стоит 2 литра 229 лет так двигаемся дальше мы дошли до отдела мяса что у нас здесь есть здесь есть как всегда баранина говядина кто-то говорил что у мэтра есть свинина не знаю сейчас проверим посмотрим не уверена что она есть на полках может быть каких-то расфасовки а вот здесь вот можно посмотреть наверное где-то здесь это есть мы сейчас посмотрим с вами так это для бургеров например средства марта делом symptoms Kelly то есть это не все пачку стоит а это за килограмм вы получаете сколько happened различные колбаски зайдем в отдел с мясом посмотрим что там есть здесь холодильнике достаточно прохладно ну собственно как и везде всегда вместе тут у нас различные виды мяса тут у меня подсказывает что эти ножки они ты это самый отдел с лениной так здесь большие пачки курица мы при часто скупать с ресторанов потому что так дешевле есть обычная курица есть такие маринованные вещи какие-то такие маринованные вот эти вот очень вкусные филе бедра часто берем очень удобно использовать потому что это филе если мне нужно морочиться так дальше у нас для бургеров различные для кифтеки в те популярные блюда в турции очень вкусная мы тоже часто используем много видов фарша мясо 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 неплохой выделки по ценам 300 лир за килограмм я такую же цену беру мясо мясной лавки рядом с домом она свежие хорошая просто нужно идти но можно попробовать и здесь такими тоже хорошими это антрепод и он стоит 380 кир это дороже той цены которые я плачу за мясо в лавке рядом с домом. Так, данная по-турецки это говядина. Запомните это, если будете покупать. Здесь различные виды говядины. Так, здесь у нас полуфабрикаты. Очень удобно, когда лень, неохота или просто хочется это приготовить. В Метро есть очень большой выбор полуфабрикатов. Гордонблю, шницели различные, наггетсы. Дети любят наггетсы. 72 лиры. Возьмем пачку наггетсов, попробуем. В Метро неплохие продукты, поэтому мы попробуем. Лев тоже любит посидеть, и, конечно, он любит наггетсы. Так, всякие полуфабрикаты, опять же, опять большие пачки мяса. Выбор хороший. Выбор хороший. Так, а здесь у нас тоже фарш. По ценам, вот такая цена, 238 лир за килограмм фарша. С 20% скидкой. А мы двигаемся дальше, заходим в следующий холодильник. Здесь колбасы сырые, молочко. Мы сейчас посмотрим с вами. Так, это нарезки от Метро. Например, 61 лир стоит вот такая вот салями. Ну, колбаса и сосиски в Турции. Ну, кому нравится, кому нет. Нам нравится, мы едим совершенно нормально. То есть, никаких претензий. Сказать, что мы скучаем по свинению, я так не могу. Иногда хочется. Мы покупаем в макроцентре. Сейчас мы что-то тоже попробуем. Какой-то сочи говядины хороший. Так, мы берем вот такой розлив. Розлив у нас стоит 63 лир. Вот такую пачку. Попробуем. Дорого? Ну, а хоть хочется попробовать. Так, я... Ну, наконец-то, сомнили все. Я нашла то, что... Мы нашли сгущенку. Я не вижу, сколько она стоит, но мы ее взяли, три пачки. Была тоска по сгущенке. Пришлось варить. Она была вкусная, но варила я ее долго. Поэтому хорошо, что мы сюда заехали. Так, дальше мы идем по заморозке. В Турции много морепродуктов. По ценам в лавках цены нормальные. Вот здесь вот, например, креветки. Мы их едим. Используем, я добавляю пасту или салаты. Здесь такие замороженные креветки. Можно взять 159 лир. Уважаем, сейчас пачку. Так, двигаемся дальше. А здесь уже по характерному запаху можно понять, что здесь продают рыбу. Ну, здесь различные виды рыбы. Такие морепродукты. Пардон. Двигаемся дальше. Здесь салаты. Вот почему-то называется русский салат. Он также и называется американский салат. Здесь различные виды готовой еды. И здесь у нас рыба. Нарезки. Красная, соленая. 100 грамм стоит, например, вот такая рыба 100 грамм стоит 63 лиры. А вот такая рыба, которая метра, она стоит 82 лиры. Мы попробуем, потому что мы ее ни разу не пробовали. Здесь такой. А еще есть вот такая вот рыба. И здесь получаются такие как бы кусочки. 250 грамм. И они стоят 108 лир. Нет, мы лучше вот такую возьмем, потому что нам не красоваться. Поэтому можно и такую взять. Я думаю, что вполне будет вкусно. О, пардон. Так, я потеряла своих ребят. И уже начала к другим людям приставать и накладывать им в тележки. Пока вот там я уже начала другим мужчинам накладывать в тележки наши продукты. Ну, ничего. Так, мы сейчас с вами еще раз вернемся в рыбный отдел и посмотрим цены на икру. Пардон. Пардон, пардон, пардон. Так, мы идем с вами. Если здесь сикра, да, здесь есть сикра. Есть вот такие креветки большая. Банка стоит, килограмм стоит 264 лиры. И икра. Я в прошлом обзоре показывала эту икру. Сейчас я покажу ее еще раз. Вот. Состав этой икры можно увидеть. Это икра рыбы, угольчатая, если я не ошибаюсь. То есть такая она мелкая, красная. Красную мы не пробовали, а вот черную пробовали. Она вкусная, она действительно вкусная. она, конечно, отличается от осетровой, но она и отличается и ценой, потому что осетровая стоит в Турции наверное столько же, сколько в Москве. Не знаю, не сравнивали. Ну, я и не скажу, что современная осетровая икра какой-то имеет особый вкус. Потому что меняется техника, меняется консервант, и от этого идет другой вкус. Так, мы идем дальше. Сейчас мы пойдем в отдел овощей и фруктов, посмотрим, какие цены, но однозначно хочется отметить то, что овощи и фрукты в Турции можно купить очень много где, почти на каждом углу. И это будет всегда свежие, вкусные овощи. Вопрос только цены. Еще в Стамбуле в разных районах по разным дням недели открываются ярмарки, рынки. То есть один раз в неделю, например, в Мальтипе он, по-моему, проходит по четвергам, и там можно купить разные овощи и фрукты. Ну, здесь вот мы с вами быстро пройдем, посмотрим каштаны, какие-то экзотические вещи. Ну, в Атро всегда это можно найти, и в Москве тоже самое, то есть та же самая экзотика. Здесь вот такие большие объемы картошки, огурцы, помидоры, томаты черри, и такую большую пачку. Нормально, но у нас есть все, поэтому мы не будем здесь останавливаться, тратить деньги. Так, идем дальше. Опять большие холодильники с заморозкой, все в таких больших объемах. Это удобно, когда есть большая семья или большая морозилка. Я в Москве так тоже делаю, я покупала большие объемы, и потом просто это размораживала, когда мне нужно было что-то приготовить. Так, это слоеное тесто, я его возьму, потому что я его недавно искала на доставках, на доставках не могла найти. По-моему, это оно вкусное, и я его использовала. Такое вот тесто стоит 26 лек. Пойдем дальше. Опять я потеряла свой мужчин. Они меня где-то оставили. Так, ищем мы здесь майонез. Давайте пока посмотрим, пока мои ребята развлекаются без меня. Мы посмотрим на соусы горчица. Ну, нет вкусной горчицы, ну, как для меня. Она, конечно, вкусная, она на... Понятно, что на вкус и цвет все разные, но привычные нам все же и здесь нет. Майонез. Майонез нормальный. Мне больше всего нравится кальва. Он больше всего похож на то, что мы едим. Мы поедим майонез. Здесь еще есть вот такие вот вида майонеза. Кетчупы. Так, это различные панировки для креветок. И еще всякие соусы. Тут необычное песто. Приправу. Соус раньше. Кто любит, здесь есть вот такой вот соус. здесь много-много разных соусов. Есть соус терияки, соевый соус. Так, а мы идем к выпечке. мимо мы проходим здесь зелень. Одел зеленью, особо режим хранения. здесь есть грибы, шампиньоны, еще какие-то грибы. Дальше проходим. Здесь вот уже почищенный чеснок. Вот, кто изобрел это, это, конечно, человек большой молодец, потому что это так удобно. Не надо париться с этой чисткой чеснока. Есть даже такая чесночная паста. Ягоды, малины разные, голубейка, ежевика. Это у нас вареная стекла. Тоже молодец человек, который это придумал. Это же так удобно, не надо париться, раз открыл, натер и все. Так, различные виды мини-овощей, цепини, бочки. Бочки. Дальше у нас баклажаны маленькие, морковь. Очень эффектно смотрится, когда делаешь брубекил. Здесь разные виды лунку, разные виды зелени. Много видов салата, такие большие пачки. Мы выходим и идем дальше. Идем в выпечку. Так, по выпечке сейчас посмотрим. У нас здесь такой вот лаваш есть. различные виды, много всего. Такие это печенья. Вот эти палочки вкусные. Такие, кто любит сухие снеки, большие пачки хлеба, тостового хлеба. Цена такая же, как и везде. Так, и здесь уже выпечка метра. Вот такие вот барраки. Такие печенья, курабье, кекс. Так, и виды хлеба. Видите? Как я уже говорила, в Турции очень вкусный хлеб, поэтому нужно сейчас что-то попробовать. Он всегда свежий, вкусный. Он готовится не из размороженного сырья, а из натурального. спасибо. 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 Пардон. Мы тут немножко разрушили. Так, мы идем дальше. Сейчас мы с вами пройдем посмотрим. Здесь такие очереди уже образовались, когда мы входили. Очередей не было. А мы с вами пришли к шоколаду. Здесь различные виды шоколада. Есть вот такая интересная новогодняя тема, она уже со скидкой естественно продается, но интересный был бы подарок. Дальше здесь есть привычная милка, пудлероги есть, ритрик спорт есть, ну в принципе самый большой линк есть. Мы придем дальше. Местли. И вот этот шоколад турецкий он вкусно разные виды и стоит недорого. То есть мы покупаем вкусно. Такой можно взять. Мы идем дальше. Мы сейчас будем подниматься на второй этаж и смотреть что есть на втором этаже. на втором этаже я помню что-то для офиса. Наверное какая-то одежда, детские товары. Так проходя на второй этаж мы увидели отдел с посудой. Например есть вот такая штука. Я не могу показать весь масштаб этой, но нужно приготовить много я думаю. То есть для кондитеров здесь действительно много. Так дальше идем. Такие для ресторанов разные вещи очень удобно такие готовить. Ну и дома такие можно использовать в том большей семье или кто-то просто любит очень любит готовить. Почему бы и нет. Вот такие лоточки для ресторанов все это. Обувь профессиональная для поваров. Мне тут рассказали что оказывается вот такая обувь плотная для поваров это если ножичек вот так попадет чтобы пальчики остались все в порядке. Ну вот я не знала. Теперь когда я готовлю дома я тоже одеваю плотные тапки ну мало что. Так вот здесь такие ланчбоксы интересные. Пластиковые контейнеры небольшой выбор но все что нужно есть. Дальше у нас сковороды идут кастрюли сотейники например Тефаль стоит вот такая сковорода стоит 749 лир. Есть подешевле Тефаль есть менее популярные марки тоже неплохие такая подставка есть для горячего удобно поставил мы свои подставки для горячего покупали в Икея позже я конечно же сделаю обзор магазина Икея потому что он здесь тоже интересный такие формы для выкачки есть марка вот эта марка в Турции она стоит намного дешевле чем в Москве то есть для сравнения например форма вот такая стоит 89 лет посуда эта качественная стеклянная посуда такие вот с крышками кастрюли например вот такая стоит 529 лет так мы идем дальше здесь разные виды лопатки все что нужно для готовки я просто люблю готовить поэтому решила остановиться здесь подольше дальше у нас здесь чайники сейчас я вам попробую показать чайник турецкого чая если найду вот в таких чайниках конечно тоже подает чай удобно он сохраняет долго тепло такой термос чай ну там нужно уже как бы смешать а вообще а вообще турецкий чай готовится специально в двух чайниках если удастся найти сегодня такой чайник то мы его с вами посмотрим так здесь у нас стекло стакан а вот наверное здесь мы сейчас да так мы подходим к чайникам как готовится турецкий чай вот такая конструкция вот здесь вот наверх верхний чайник засыпается чай сам чай вниз так вот мы наливаем мы наливаем здесь вот воду и все это благополучно ставим на плиту и у нас начинается процесс чай начинает вода начинает кипеть чай начинает снизу подогреваться и начинает отдавать свой аромат как процесс произошел мы снимаем верхний чайник И из этого чайника наливаем в эту воду горячую. Сюда мы подливаем холодную воду и опять всю эту конструкцию ставим на плиту. И дальше у нас это все варится несколько минут. Минут 10 обычно достаточно, даже, мне кажется, много. И все, чай готов. Мы берем чашечку, наливаем из верхнего чайника чуть-чуть заварки и дальше разбавляем из нижнего. Ну и там дальше по вкусу сахар, который сбавляет водой. Кто-то пьет с молоком, здесь мы перестали пить чай с молоком, потому что чай очень вкусный. Вообще классически принято то, что чай пьют один к одному. То есть, например, половина стакана заварки, половина стакана вот этой воды. Вот такой чайник стоит 2700. Мы поднимаемся все-таки на второй этаж. Здесь мы уже не будем останавливаться. Здесь на тарелке. Давайте я вам покажу один пример. Например, вот такой комплект стоит 849 лир из 24 предметов. 849 лир это 3600. На наши деньги 3600. Ну, в Икее мы приблизительно столько же платили в прошлом году за тарелки. Сейчас не знаю, что пока не стоит. Мы с вами поднимаемся наверх. Сейчас быстро посмотрим, что там есть. Пока мы здесь поднимаемся, у нас вот здесь вот какие-то пакетики продают, как всегда. Кладут то, что нужно взять обязательно с собой. Как бы лежит-лежит. Ну, вот так вот раз, едешь вроде, и прихватил. Едешь и прихватил. И вот так вот и продажи идут, собственно. Можно еще что-то положить. Мясо, картошку я бы положила. Ну, раз, прихватил. Так, мы поднялись на второй этаж. Здесь у нас большое пространство. Одежда. Детские товары, книги, игрушки. Товары для офиса. Техника. Телефоны есть. Есть для компьютеров что-то. Есть телевизоры. Такие компьютерные рюкзаки для компьютеров, для лаптопов. Дальше здесь даже есть шины мужской. Мы идем дальше. Наклейки. Лех любит наклейки. Мы купим. Лех, убери себе любую какую-нибудь одну. Так, и мы здесь идем. Так, у нас книги. На турецком, конечно, языке. Можно найти на русском языке книги. Мы несколько раз покупали в различных книжных лавках. Стоят они по-разному. 60-40 лет. 90 лет. 100 лир. Все зависит от фантазии предавца. Наши различные игры, какие-то активности для детей. Детские всякие вещи. Здесь такой вот развал. На втором этаже метро можно купить мужскую и женскую одежду, обувь, товары для дома, текстиль, подушки, одеяло. А также товары для автомобиля, книги, детские товары, крупную и мелкую бытовую технику. А также на втором этаже есть ресторан и туалетные комнаты. Мы уже на кассе. Сейчас мы будем оплачивать наши покупки. Сегодня это чай килограмм. 4 бутылки безлогонного пива. Нагерцы. Тесто. Это 3 пачки петушенки. Чеснок. Мы немножко поменяли продукты. Это куриный какой-то рулет. Кофе, сметана, сыр, лосось, креветки, сливки, 2 пачки наклейок, майонез, соевый соус, ванильная эссенция, хлеб, 2 налогочки. Я взяла шоколад и шапка. За шапку платить не будем. Попробуем принести так, потому что один раз я в нее уже заплатила. Сейчас мы посмотрим, сколько все это вместе выйдет. Итак, мы оплатили покупки. Мы смогли это сделать без карты метро. То есть у нас был код клиента. Мы показали его на кассе. Вбили свои данные, имя и фамилию. И нам все пробили. И сегодня наши все покупки вышли на 1354 лиры. Да, это немного дороже. Но нам было интересно посмотреть, что в метро. Теперь вы знаете, какие здесь можно купить товары, за какие деньги, сколько здесь людей, что можно сюда пройти без карты. Карты принимают банковские, всех турецких банков, естественно. Так, мы с вами сегодня посмотрели, какие цены в магазине метро, что можно здесь купить, что есть, а чего нет. А вы смотрите наше видео дальше, подписывайтесь на наш канал. Рекомендуйте его друзьям, ставьте лайк под этим видео. И обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось. А также пишите в комментариях, что бы вы еще хотели посмотреть на нашем канале в городе Стамбуле. Всем пока, всем счастливо, бай-бай, гуля-гуля.